Рассмеши смешного Рассмеши смешного Рассмеши смешного В эфире третий сезон шоу «Рассмеши комика-дети», шоу, в котором каждый ребенок с хорошим чувством юмора может заработать хорошие деньги. Меня зовут НК Настя Каменских. Здравствуйте! Раньше у детей было всего три способа заработать деньги. Первый – наколедовать, второй – поехать к бабушке в гости, и третий – поехать к бабушке в гости и там наколедовать. С появлением программы «Рассмеши комика-дети» у всех детей появился еще один способ пополнить свои сбережения. Просто надо выйти на эту сцену и рассмешить Владимира Зеленского и Евгения Кашевого! Рассмеши смешного Добрый вечер! Привет! Привет! Добрый вечер! Добрый вечер! Владимир! Добрый день! Здравствуйте! Добрый вечер! Ребят! Переходной вот этот возраст, такой тяжелый для ребенка период. Скажи, ты помнишь свой переходной возраст? Я помню четко, значит, у меня поменялся голос. Ага. Да, голос сначала стал более грубым, потом я стал хрипеть, потом у меня уже появился бас. Ага. И сколько у тебя было? Ооо, четыре. Где-то так, четыре года. А ты, Жень, помнишь? А что, я помню, да, десять лет мне было. Я тогда первый раз поцеловался. Правда? И она была симпатична? Все, а при чем тут она была симпатична? Я на помидорах тренировался сначала. Это потом уже отношения переросли в серьезные. Баклажаны, арбузы, в общем, были. Короче, бабушка меня домой отправила из деревни, чтобы я ей огород не портил. Вот так все. Не порть настроение, Жень. Да, и отправляйте, пожалуйста, ребята. Спасибо. Объясняю правила. Если наш маленький участник, вышедший на эту сцену в течение минуты, заставит кого-то из комиков смеяться, а не заплатит ему тысячу гривен. Эти деньги можно забрать и навсегда покинуть нашу студию, а можно рискнуть и пойти на вторую минуту, которая в случае успеха принесет участнику пять тысяч гривен. Смех комика на третьей минуте стоит десять тысяч гривен, на четвертой – двадцать. А если удастся рассмешить их и на пятой минуте своего выступления, победителя ждет самый главный приз – пятьдесят тысяч гривен. Но если на любом из этапов в течение минуты никто из комиков не засмеется, участник уйдет отсюда ни с чем. В общем, правила просты. Задача детишек – рассмешить комиков любым способом. Задача комиков – не смеяться ни при каких обстоятельствах. А моя задача – следить, чтобы все было по-честному. И предупреждаю, я на стороне детей, и даже малейшая улыбочка на вашем лице я засчитаю как смех. Красиво! Я пошла! Знакомьтесь, это мое рабочее место. Это кнопка «Старт», она дает отсчет – начало выступления участника. Как только я увижу, что кто-то из комиков засмеялся, я нажимаю вот на эту кнопочку, и это будет означать, что участник выиграл. Если в течение минуты у комиков будет такое лицо, как будто они десять раз послушали песню «Деспасито», это автоматически означает проигрыш. За этим я буду следить вот в эти два монитора. Вроде все понятно, предлагаю начинать. АПЛОДИСМЕНТЫ Афанасьева Милана, город Минск. Меня зовут Милана, мне 6,5 лет. Я из города Минска. Я люблю рисовать и играть. Я хожу в модельную школу «Эн Моделс», на актерскую школу и в школе на вокал. Я хочу быть балериной, потому что балерина добрая. Она у нас мечтательница. Мечтает улететь на зонтики, как Мэри Поппинс. Да, мечтает, чтобы у нее выросли крылья, как у бабочки. Ну, такая вот она, витающая в облаках. Я думаю, что сложно рассмешить комиков. Ну, потому что они вот всегда смотрят, смотрят и не радуются немножко. Я надеюсь, что дядя Вова первый засмеется. Он такой веселенький немножко. Ну что, готова? Угу. Все, мы в тебя верим, держим кулачки. Удачи тебе. Любим. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Привет. Привет, красавица. Так, ты ходишь в актерскую школу? Да. И что в актерской школе? Чему тебя научили? Научили говорить на пэфе. В то? Научили говорить на пэфе. Что? Научили говорить на пэфе. Научили говорить на пэфе. Да. А что это значит, солнышко? А что это означает? Ты не знаешь, что такое научили говорить на пэфе? Ну что это? Расскажи нам. Пожалуйста. Ну я уже забыла. Супер. 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 исполнении кто помогал тебе писать шутки мама и папа хорошо ты готова да да поехали меня зовут милана как видите даже моим имени чувствуется что я хочу ехать из беларуси хотя они где-то хорошо где-то мне она если как беларуси ну что говорить если даже наш президент бери своего сына на работу мечта любя белорусской девочки выйти замуж от принца но так как у лукашенко только один сын когда я буду с ним жить по очереди у нас в стране демократия хочу сказать отдельное спасибо александру грегорьевичу за то что разрешил мне сказать эту шутку взрослые обычно задают мне вопрос ты больше на кого похожи на маму или на бачку когда белорусским детям приходит дин мороз он всегда чуть больше усатый чем бородатый в белоруссии не делают уси а правда ставят ребенка в 5 лет на хоккей но если он плохо играет то значит эта девочка знаете что вы только что так вообще давили лыбу короче миланочка у тебя тысяча гривен поздравляем поздравляем ты готова идти дальше мне надо посоветоваться с мамой хорошо давай советуйся я дальше быстрый совет очень поехали чтобы хорошо шутить я пересмотрела все концерты 95 квартала и заметила что день движения начал полнеть вместо финальной песни одного концерта и началом другого папа сказал что мы с украинцами очень похожи и это правда я увидела трех мужчин в такой же куртке как у папы у вас кривия очень вкусные вареники и бутерброды я бы хотел попробовать и остальную еду но больше ничего в судочек мама мне не положила если у меня будет возможность то я еще раз приеду в но только уже без родителей потому что они при мне уже обсуждали нужно потратить выигранные мной деньги видела как в аптеке опрокинулся стилов с лекарствами такой себе получился формагеддон милана и теперь на твоем счету 5000 гривен представляешь как это много да пойдем дальше мне надо посоветоваться с мамой дальше занимать секунду так что я поеду дальше в другое шоу ну погнали а еще чтобы вернуться я кинула в фонтан монетку но наша семья не особо верит в такие приметы по крайней мере мне так папа объяснил почему он выловил монетку обратно мне очень нравится украинская версия свинки пеппы она не только веселая и интересная но еще в конце мультфильма свинка пеппы дает урок рекордный урожай сало про белорусов существует много стереотипов и я бы хотела их развенчать сейчас тема картошка на который все записано белорусский мальчик у которого нас картошка чихает пюрешкой у меня есть друг он так сильно шепелявец что случайно получил польское гражданство белоруссия настолько хорошо что папа не хотел уезжать так мне сказал наш пограничник и куда-то и увел папу Жень это было уже не первая улыбка у меня такое ощущение что я тупо сижу и улыблюсь да ты так и делаешь сейчас на этом выступлении соберись тряпка приятный ребенок ребенок очень бред и ты выиграешь 10 тысяч гривен а теперь что вы решаете с мамой нет милаша все забирай деньги все забирайте точно поспорь с мамой бессмысленно понял папы нету я понял он спорил на границах иди сюда смешно смеши смешно и смешно пусть там учитал водки смеши смешно смеши смешно смеши смешно Очень волновались, переживали, руки тряслись, Милана молодец, дальше бы нам просто не хватило шуток. Сейчас выйдет на эту сцену Гончарук Богдан, город Львов. Впрочем, я Богдан. Мені 11 років, я зі Львова. Я з дитинства хотів бути бізнесменом. Я почав, що якийсь там дядька торгував грибами, зеленью торгував, і він ставив багато мільярд гривень. І тому я вирішив брати квіти з інших городів і продавати. Він для себе хоче мати якісь гроші на свої потреби. І тому така яскрава мрія бути багатим. Я хочу щось таке купити за дешевле і продати в два рази дорожчі. Якісь там люди на базарі продають по 20 гривень кг яблука, а я продаю по 35 гривень. Він це робив так легко, невимушено, без таких торможів, а що люди подумають. Я прийшов на коміки, щоб побачити зі Львівського зені Настю Камінських. Ну, це вже третій Настю Камінський. І хочу виграти хоча б якісь гроші. Добрий день! Здрасте! Привіт! Привіт! Як справа, Богдан? Добре! Добре? Чим займаєшся? Бальними танцями. А чо так? Ти соромишся, що ти займаєшся бальними танцями? Молодець! Тобі оце, поголитися як я, вилітий Владик Яма будеш. Скільки років вже займаєшся? Один, ой, займаєшся два. А я тільки хотів сказати, прямо з рождения, ніфіка. Скажи, будь ласка, тобі подобається танцювати? Так. Тебе тут є бажання виграти перше місце на танці з зіркою. Так що береш Настю за руку. А я їй кажу, у нас зірка вже є, це Настя. Ідеш на танці з зіркою і там перше місце тобі гарантовано. Мені здається, поки ти виростеш, я вже буду дуже старенька. Танцювати. Ну все равно будеш в соку, Настя. Ну танцювати. А чим займаються батьки? Мама – домогосподарка, тато працює тим. Тим? Тим самим. Музей, короче. Музей? Так. Експонат? А давайте спитаємо батька. Добрий день. Добрий день. А дуже приємно вас бачити. А ким ви працюєте в музеї? Художник-реставратор. Круть! Кло! Значить зі смаком у хлопця все добре. Богдан, скажи, будь ласка, ти готовий почати? Так. Так? Ну тоді поїхали? Так. Коли мама була у селі, татоням памперси мої менші сестриці лише один раз на тиждень, бо на паття писали від 4 до 6 кг рідини. Хлопчик з бідної сім'ї на ремонт-класу здає тільки аналізи. Боротіно почав спокійно спати тільки тоді, коли у хаті провели газ. Діто вийшов рані за цигарками і зазвичкою дійшов до Берліну. Володимир Зеленський провів концерт кварталу, потім ліг у сміху, а потім зайшов у церкву і по інерсії повів ще й вечірню «Амінь». Точно, думаю, я його бачив. Богдан, і ти тепер маєш тисячу гривень. Ну і що скажеш? Підемо далі? Так. Так? Ну, поїхали. Українцям зараз живеться два рази гірше, ніж при Януковичі, бо у Порошенка два рази більше дітей. Нас, як Іменський, розійшлися з Потапом і тепер її житті є два періоди – до Потапової і після Потапової. Коли на зустрічі з киянами Віталії і Кличку сказали, що впала гривня, то він став на коліни і почав її шукати. Подушка безпеки в Деоматі відкрилась і розірвала його нахрю. П'ять тисяч гривень! П'ять! Скажи, в тебе ще є там смішненьке щось? Так. Тобто ти хочеш продовжувати? Так? Ну тоді поїхали. Коли у першому класі на уроці вчителька запитала, кого найбільше бояться звіру у ліс, я сказав – Машу. Біляші в сільському клубі використовують як флайери. Якщо швидко гуртати фотографії в інстаграмі Зеленського, то вийде ще одна кінокомедія. Ведуча розміши коміка «Діти» Настя Каминських по Потилиці може визначити смішна дитина чи ні. Чи не по Потилиці? Ігор Ласточкин вперше надів окуляри в розміші коміка, коли розглядав собі зарплату. Віталій Кличко взяв у руки холодну зброю і розігрів її в мікроволновці. Реклама, золотий вік, як мене вже дістало твоє кохання. Женя робить фото на закордонній паспорт. Женя робить фото на український паспорт. Якщо придивитися на Женю Кушового, то з північного боку… Там було, коли Вова засміявся трошки. Давайте подивимось. Я всі дазлі сваржу. Ну поздравляємо, поздравляєте. Молодець. Десять тисяч гривень. Богдан, слухай, ти бачиш, дуже важко розсмішити коміків. Ти бачиш? Можливо, тобі зараз краще буде забрати гроші? Не, я йду далі. Ти впевнений? Так. Давай, поїхали. Якщо передивитися, то в Жені Кушового з північного боку росте мох. Вчитель географії завжди викликав Жені Кушового до дошки, бо на ньому можна було зручно показати форму земної кулі. У басейні Жені Кушовий завжди вдягає шапочку з волоссям. Якщо Жені Кушового вибрати мером Киї, то він не буде знати, кого пародірувати у кварталі. Жені Кушовий не ходить в зоопарк, бо на його голові завжди воють вовки. І пам'ятайте, запрошуючи Жені Кушового на корпоратив, ви отримуєте не тільки хорошого ведущого, а ще й диско-шару подарунок. Після десятого сезону розмішки коміка Вітя Василів ночами телефонує ласточками і голосно дихає у трубку. Жінка, яка продає м'ясо на базарі, коли її сумно важить свою руку. Масейських змагальних коко. Ніколи не думав, що це детське наблюдення. І таке буває. І тепер в тебе є двадцять тисяч гривень! Я забираю! Давай вперед, забирай гроші! Расміши смішного, сделай, щоб парик сміялся. Расміши смішного, і под собом валялся. Расміши смішного, пусть намочить колготки. Расміши смішного. Молодець, Богдан, а ти просто супер! Все відбулося дуже гарно, файно, чисто суперові враження. Відпочивши такий настрій. Дякую всім за цю програму і мою сину за те, що втілив і мою також мріє. АПЛОДИСМЕНТЫ Шостя Хмиланія, місто Харків! АПЛОДИСМЕНТЫ Шостя Харків! 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 Eden у Н quarter Mediaしょ ل freedoms i baptism! У бабушки Дани, у них там уже у бабушки найдем кот-малыш, кот-роника и еще один кот, в общем четыре кота, а у другой бабушки я нашла кота возле подъезда и я к ней отвезла. Я у них хочу сделать приют, дать им деньги, которые я заработаю и пусть у них кое. Здрасте. Здрасте. Какая ты смешная. Привет. У меня для вас подарок. Итак. Очень хорошо. Все похожи. Очень прям. Нам нравится. Спасибо, Миланя. И мне очень нравится. Спасибо, дорогуша. Ну что, красавица. Миланя, кто помогал шутки писать? Папа. Папа. Хорошо. А платье кто выбирал? Да. Мама. А ты что сделала для своего выступления? Пришла на шоу. Да. Чтоб деньги заработать. А, нужны деньги? Тут командная работа. Мне кажется, ты уже готова выступать. Ну давай. Готова? Миланя, готова? Да. Поехали. Всем привет. Меня зовут Милана Шосток. И, конечно же, вы меня узнали. Да-да, это я, Милана, из Украины. Моя талант. Только не надо делать вид, что эту передачу только смотрят мои родители и родители Кондратюка. Несмотря на то, что я участвовала в Украине. Моя талант, я приехала на размышу комик от дети. Потому что, как сказал папа, трида на хлеб не намажешь. Кстати, многие не знают, что во время рекламы в Украине Моя талант Игорь Кондратюк ходит с шапкой по зрителям. Некоторые мои одноклассники считают меня засвездившиеся. Но я к этому отношусь спокойно, потому что это нормально, когда плембеи ропщут. Все мои... Нет, все мои одноклассники. Вова, а ты чего засмеялся? Какая шутка у тебя? Мне нравится характер выступления Милании. Мне нравится, где я обращаю внимание не на шутки, а на ее артистичность. Вот, и мне очень нравится, как она сказала шутку, и после которой она реагирует так. Это вызвало у меня улыбку. Милания, ты выиграла тысячу гривен. Ты молодец. Идем дальше? Да. Да? Поехали. Мне завидуют все мои одноклассницы. Ну, почти что все, кроме Аньки Ивановой. Ей просто незачем завидовать. У нее уже воегодный третий размер. Мне в столовой делают скидки. Это, конечно, приятно. Но если не учитывать этот факт, что вообще должно быть бесплатно. Если смотреть шоу «Глазейте» наоборот, то можно увидеть, как звезды отворачиваются от хорошо поющих детей. Как вы понимаете, я на телевидении уже бывал человек, потому что шутки про телевидение. Программа «Мир наизнанку» скоро обанкротится, так как Дмитрию Комарову надо отсылать все больше элементов во все больше стран. Димка такой. Милане, пять тысяч гривен. Пять. Ты выиграла. Аплодисменты. Ну что, идем дальше? Да. Точно? Да. Поехали. Сын экстрасенсов только через неделю понял, за что получил ремень якой от отца. Сразу после летних каникул бабушке мальчик отправился на шоу «Зваженный тощий слыве». Детей, которые провинились, уже не оставляют без телевизора, а заставляют смотреть дизель-шоу. Судя по росту Горбунова. Миланя. Хитрюга маленькая. Ты видишь, тебе даже не нужно рассказывать шутки, ты улыбаешься, и ребята вон смеются. Десять тысяч гривен сейчас ты заработала своей улыбкой. Ну что, ты идешь дальше? Да. Точно? Да. Ну давай. Судя по росту Горбунова, он влюбился не в лицо Кате Сачи, а в подбородок. Ребенок Кате Сачи тянет всякую дрянь не в рот, а на голову. Когда я начала выступать на телевидении, мне показалось, что телевизор полнит. А потом я приехала бабушке на лето и поняла, что бабушка тоже в чем-то телевизор. Вы спросите, зачем мне пятьдесят тысяч гривен? Я хочу купить животных, другими словами. Пятьдесят килограмм хомяков, двадцать килограмм рыбок и двадцать килограмм... И десять килограмм котов. Мяу! Шоу круче всех. Девочка посчитала, сколько в доме тараканов. Кто? А в школе у нас главный не директор, а тетя Маша. Попробуй пройти по помытому. Фильм, трейлер, звонок. Да живи до конца математики. Раз смеши и смешно, Ла. Зеленский, чтоб смеялся не так-то. Ладно. Девочка очень талантливая артистка. И такая прямо комедийная. Ты молодец. Мы тебя обязательно позовем на съемки какого-нибудь кино. Я тебе точно говорю. Ты очень талантливая. Это значит, что ты, Миланя, сегодня выиграла больше, чем деньги. Да, это гораздо больше. Молодец. Очень клевая актриса. Мы тебя поздравляем. А юмор, он приходит, уходит. Это такое дело. Молодец. Спасибо тебе большое. Спасибо. Умничка. До свидания. До свидания. Распиши смешного. Сделай, чтоб парень смеялся. Распиши смешного. И парцелон валялся. Распиши смешного. Пусть намочит колготки. Распиши смешного. Но дома есть польза щекотки. Распиши смешного. Сделай, чтоб парень смеялся. Распиши смешного. И парцелон валялся. Молодец. Я считаю, что Миланя молодец. Она во всей красе показала свой талант. Может, немного не получилось, но все равно она у нас умница. Я не переживаю, что я не выиграла. Зато у меня есть роль в кино. Биленка София. Город Николаев. Всем привет. Меня зовут Биленка София. Мне 6 лет. И сегодня я буду сниматься в интервью. Я приехала из Николаева в Киев. Но завтра я буду уезжать. Но это не страшно. Ведь я сегодня приехала на Распишу комик-обедия. Я очень... Такую невозку, что... Друзья меня очень люблю. Ну, вообще, всем привет, друзья. Я сейчас буду рисовать. Так, где красный? Вот он. Сейчас я за красный, а я на Распишу большую сеть. Я как моя мама, но только пухлик-пухлик. Вот, пухлик-пухлик. Пухликами костя быть. Ведь, когда ты пухлик, у тебя лучший старый аппетит. Например, у меня старый аппетит на сладкое. Она такая... Мелодушная, не знаю, очень теплая. Открытая. И всегда дарящая позитивные эмоции. Вот я недолго думала и не стоял выбор, как бы, куда нам пойти и чем заниматься. Вот. Она говорит, я актриса. Вот я актриса, все. На достижениях в жизни, что я всегда иду за удачей, везде выигрываю, всегда все получаю. Наверное, и здесь я, в Киеве, выиграю много денег. Но и самое главное, прише может быть 50 тысяч кривен. Разбежи смешного. Смеши меня, смеши меня. От этого я понимаю, звезда. Привет. Привет. Как дела? Привет. Нормально. Сколько тебе лет? Мне шесть. Ничего себе такая взрослая. Какая ты смешнючая, боже мой. Какая ты стильная ты, девчонка. Спасибо. Круто, круто. Спасибо, спасибо. Будем шутить? Да. Клево. Тогда поехали. Многие дети приходят сюда, чтобы выиграть деньги. Мне деньги не нужны. А пока мою маму отпаивают вареньянкой, я продолжаю. Хочу вам признаться, у меня в садике есть любовь. Я люблю айфон 8 от того мальчика, но айфон об этом пока еще не знает. Папа недавно пообещал мне купить айфон, но если я буду хорошей девочкой, я считаю, это нечестно. И это дискриминация детей. Я сама слышала, как папа пообещал, маме то же самое. Но только если она будет плохой девочкой. Один мальчик. Сонечка, ты заработала тысячу гривен. Соня, ты идешь на вторую минуту? Наверное, еще будем шутить. Ну давай, разрывай. Поехали. Один мальчик так сильно плакал, когда потерял телефон, что в следующий раз мама пришла ему телефон к ладошке. Несмотря на все современные телефоны, у нас есть огромная детская проблема. Как бы мы не фотографировали столовскую еду, в инстаграме она все равно получается неаппетитна. Недавно одного мальчика айфону упал в тарелку. И это был первый случай, когда мальчик с удовольствием вылезла маманную кашу. Соня, пять тысяч гривен у тебя на счету. И мне очень интересно узнать, собираешься ли ты идти на третью минуту? Наверное, еще шутить будем. Точно, уверена? Наверное, еще, еще. Мы, наверное, все-все шутки тут расскажем. Так комиков Деленского и Кашевого рассмешим, что они мне даст пятьдесят тысяч гривен точно. Соня, поехали. Хочу признаться, в нашем детском саду тоже есть домогательства. Каждый день воспитательница склоняет нас к тихому часу. У нас в детике главный – это воспитатель. А у нас в тихометских, походу, главный – воспитатель, воспитатель. Сонечка, и у тебя есть десять тысяч гривен. Пойдешь дальше? Наверное, еще шутим. Точно? А ты уверена? Наверное, еще, еще шутим. Хорошо, поехали. Признаюсь, тяжело учиться в Николаевском детском саду. Например, мы два года стояли в очереди. Да, 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 очередь. Признаюсь, тяжело учиться в Николаевском детском саду. Например, после обеда у нас по плану общая программа. Вы хотели дослушать хотя бы. Извини, пожалуйста. Ну, дослышаешь, а потом нажми, ты же все равно видишь, что это не остановится. Двадцать тысяч гривен у нас выигрывает Соня. Значит, наверное, еще, наверное, шутим. Давай шутим. Поехали. Еще у нас есть один мальчик, который плохо говорит. Поэтому ему приходится часто бить девочек, чтобы они поняли, что он их любит. Однажды девочка принесла в садик Коу-Коу Барби. А после игры в песочнице унесла монстр Хай. А еще у нас есть странный мальчик. Мы называем его Олег Лешко. Потому что он всегда просит добавки. Вы спросите, что тут странного, а то, что он это делает тогда, когда его бьют по попе. А еще у нас есть мальчик, в игры Ториане. Поэтому перед собой он всегда... Соня, ты стала абсолютным победителем на шоу «Рассмеши комика. Дети!» Я тебя поздравляю! Забираю свои деньги! Рассмеши смешного Сделай, чтобы Али смеялся Рассмеши смешного Рассмеши смешного Рассмеши смешного Пусть там он читал в Москве Рассмеши смешного Но только не сходишь и подними Дело в том, что действительно эмоции переполняют Но я верила в победу, верила в победу своей дочки Это мой маленький подрастающий талантик Это актриса Больших и малых театров Сонечка, ты была уверена, Зайка? Я... В победе? Я всегда была актриса, они всегда уверены Молодец Мишенка Анна Город Каменское Привет, я Аня Я приехала из Днепропетровской области И мне 13 лет Я занимаюсь тэквондо уже 7 лет В принципе, с первого класса И уже добилась Больших целей Тэквондо Уже чемпионка Украины Меня никто не представляет Мне все время думают, что я балерина А я не балерина Такая андистка Выходишь на мат Там, где у нас происходит поединок Ждешь, когда приходит твой противник Он такой идет И ты такая разминаешься Типа злой Потом выходишь И начинаешь кричать Там у нас почти все делают Выходят, такие И начинают драться Больше всего в спорте Меня поддерживает сестра Поднимаю юморальный дух Общаюсь с ней, чтобы она не переживала У нас вершина Вот черный пояс Мы хотим получить На проект Привела, во-первых, чувство юмора И тем более Если выиграю чуть-чуть Деньжа То хочу поехать В Одессу Мы хотим С тренером И с моей командой Поехать В Одессу На две недели Поотдыхать Или оставлю на чемпионат Европы Нет лучшей эмоций Даже Не объяснить этого Как на соревнования выходишь Привет Привет Занимаешься тхэквондо? Да То есть опасно с тобой шутить? Очень, очень опасно Я вижу, вижу Я вижу Так, настроение мне понятно И мне нравится И шутить любишь, да? Очень Очень, очень Очень, очень Да А вот написано Кумиры Настя Каменских Вон она сзади Ей так А, нам это Не, ну подожди секундочку Да Я даже могу тут помочь А вы как поможете? А мы-то вообще-то баблом тут заведуем Анечка Да Ты готова начинать? Да Да? Ну давай Тогда поехали Удачи Привет Я Аня И я занимаюсь тхэквондо Хачо Как вы поняли За мной ухаживают все мальчики Даже если я им не нравлюсь Единственный минус этих отношений Что не парни меня провожают домой А я их В тхэквондо мы бьем в основном ногами Для меня этот вид спорта очень подходит Так как в это время я спокойно могу держать в руках сумочку В нашем классе почти все девчонки занимаются тхэквондо Поэтому у нас слабый пол не девочки А физрук И Анечка у нас выигрывает тысячу гривен Идем дальше Правильно? Да Поехали Тренер Каминского Анечка Ты выигрываешь пять тысяч гривен И кстати мы были в городе вашем И он очень крутой И клево принимал нас У нас очень добрые, хорошие люди Я знаю Правда Поэтому я бы очень хотела еще раз сюда приехать Что мы делаем дальше? Идем дальше Третья минута Поехали В маршрутках Каминского все ездят стоя Так как уважают шансон, которые играют у водителя Обычно жители Каминского хорошо живут В Киеве, Харькове, Днепре Жители города не могут себе позволить айфону Но некоторые из них могут себе позволить Сышь, ну и Самсунг зайдет Я не помню дальше Все У тебя есть 30 секунд Что-нибудь Хорошо Крокодил Гена настолько крутой Что у него даже На носу есть кубики Ты походу придумываешь? Очень Ты походу придумываешь шутки, что ли? Ну, почти Ну, молодец Молодец 10 тысяч гривен Поздравляем, иди сюда Иди сюда Маша, Маша Дай телефон Телефон дай И под салон валялся Рассмеши смешного Пусть нам очень скалкотит Рассмеши смешного Но зона не использующего Рассмеши комика Но зона не использующего Рассмеши смешного